Итак, всем привет, с вами Домгай, продолжаем играть за Российскую империю в Great War Redux, Первую мировую долбимся, закончили мы наконец-то конфликт с Персией, сам основной конфликт, теперь давайте перейдем к небольшому конфликту с Германией локальному, продолжаем мы давить в Восточной Пруссии, будем сейчас, я думаю, начинать уже саму Германию потихоньку оккупировать, в Австро-Энгире также, я думаю, будем потихоньку атаковать, и возможно будем возвращать румынские территории, но все это после того, как мы подустановим наши пехотные запасы и плюс достроим себе самолетов, кроме того, как вы можете видеть, я уже начинаю потихоньку качать танки, прокачаем вот эти вот технологии, которые очень дешевые, и следовательно, их можно качать с опережением, а затем уже, затем уже, дойдем до бафа, я думаю, танкового, хотя, не знаю, мне кажется, мы не дойдем до него, без него начнем, дойдем его до сюда, возьмем тактические бомбардировщики, и потом, скорее всего, пойдем в клаве, потому что я чувствую, что мы уже скоро Германию заставим задаться, потому что здесь яишки реально задаются, когда теряют много войск, это первая мировая, а не вторая, здесь и долбится, нет, до последнего солдата, поехали. Помните, я думал, что мы не сможем, наверное, построить со фабрик, у нас уже скоро будет 100 военных заводов, да? Следует ли отменить Олимпиаду? Конечно. Кучу строим, и также кучу артиллерии параллельно, реально кучу, будем потом ее тоже сновидать в нашу пехоту, и уже начинаем по-жесткому застраиваться тактическими бомбардировщиками, блин, дезертирство, это неприятно очень, и мы можем как-то это убрать, что это за ивенты такие неприятные? Нет, это просто до 17 февраля. Тяжелые потери. Ребята, мы потеряли буквально минимальное из всех великих держав количество. Ой, Персия капитулировала, кстати, забавно. Ну, у меня реально нету варскоров в Персию, так что, пускай, а, ну, Персия восстанавливается сама вся. Я, в принципе, не против Турок, кстати говоря, без снаряжения. И здесь, смотрите, даже Германия, у нее боеспособность дивизии просто минимальная. Террили мы кого-то генерала, я его не знал, так что ладно. И мы здесь, кстати говоря, накачиваем уже тихие танковые. И жду я себе... Блин, бафа на танке? Нет, не дождусь я его. Давайте вот сразу после этого будем качать уже себе танковые первые каблоны. Да? Так надо решить, какие. Это сложный вопрос. Тяжелые точно нет, я помню, они того не стоят, да? Там, типа, прорыв самый маленький. Нужно легкие, либо средние. И я думаю, на самом деле, мы можем даже пойти с легкими, по той простой причине, что, ну... На самом-то, или, кстати, взять вот эту штуку. Потому что, на самом-то деле, и то, и то они не пробьют, а легких мы наделаем больше. Так что, поехали с ними. Действительно говоря, очень серьезное сражение с германским флотом. И у тебя кажется, что мы проиграем? Нет, мы на самом деле побеждаем. Я даже, видите, поставил нашему генералу всегда вступать в бой, чтобы он не отступал из этих битв. Да, у них больше кораблей, но наши дамажат больше и точнее. И вот у них уже эсминцы поплыли. А теперь уже и весь флот отступает. Отлично. Я оказался прав, мы действительно сильнее на море. Потому что у нас хороший тяжелый крейсер. И пишется, что мы проиграли, но, на самом деле, мы нанесли огромнейший урон. Так что, очень даже победили. И стоит нам отступить, поремонтироваться. Я думаю, а вот этим кораблям, кажется, залечь тоже. Отдыхать. Конечно, наш флот тоже потерял немалую часть здоровья своего. Но, кроме нашего флота, есть еще и британский флот. А вот у немцев тут союзнического флота какого-то не будет такого. И стоит даже сделать, я думаю, вот так. И второй флот вот сюда. Чтобы побыстрее. А, ну вот или сюда. Отлично. Чтобы ремонтироваться еще быстрее. Масхальное восстание. Это ирландские сепаратисты, верно? Да. Ну, что ж. Позиционная война пока что продолжается. Но я жду, пока у нас подкопятся ресурсы. Мы их очень много теряем. Особенно... Хотя, куда мы их так много теряем? Вопрос. Неужели у нас просто вот здесь вот от истощения? У нас здесь вот истощение. В горах. Неужели так от него? Да. Да, реально так очень... Так много именно от истощения. И... Да, именно вот эти вот парни нам... Истощают, верно? Давайте. Как, в принципе, искать? Нет, не они. Вот эти. Да, окей. Как я и говорил. Вот здесь вот в горах, да, они реально истощаются так сильно. Надо, значит, что-то с этим сделать. Это ненормально. Так, во-первых, я их вот из этих гуру беру. Такая здесь, не знаю, союзники стоят. Уж очень грустная здесь ситуация. Возможно, все-таки стоило ему взять снабжение. Но, опять же, 5% атаки всей пехоте тоже не валяются на земле просто так. Так что это тоже нам полезно. Сколько у нас дополнительного истощения? Более-менее. Возможно, также стоит просто взять вот так, ротобеспечение, и ее поставить в дивизии. Посмотрим сейчас. Но что-то с этим надо сделать, потому что мы теряем реально очень много из-за истощения. Вообще-то я решаю, во-первых, сменить наши позиции вот так вот немножко, да? Чтобы... Видите, здесь вроде поменьше они горят. Давайте вы там это... И здесь лоцируетесь. И здесь тоже вроде чуть-чуть получше. Теперь стало. Ну, опять же, чуть-чуть. Вот здесь вот очень проблематичные территории. Из-за вот этих гор. Неприятных. Там очень плохо в большом количестве на дивизии стоять. Здесь стало чуточку получше. И плюс мы здесь вернулись чуть-чуть дальше к нашим другим. Там снабжение, от которых мы тоже можем давать припасы. Ладно, я понял, что... Не сможем мы артиллерию к нам уже вооружить, да? Поэтому давайте все сократим. И все будем на пихотное снаряжение, потому что, ну, это... Это огромнейший минус, который никак не уменьшается. Здесь мы тем временем качаемся очень уверенно в допку для танков. И я думаю, вкачаем достаточно. Тут также давайте все сюда. Все исследования. Кроме самолета. Очевидно, самолет все-таки надо исследовать. И мы к моменту, когда исследуем, сможем еще, я думаю, где-то вот это тоже взять себе. Не очень я уверен, что мы это все поставим, но посмотрим. Какой-то британский чел хотел... Блин, это звучит как будто событие из фильма про этот... Кингсманов. Там что-то похожее было, как будто... Ну ладно. Но в случае фельдмаршал британский не доплыл до нас. Ну и ладно. Нам не то, чтобы сильно нужен был. Смотрите, как у нас выкачались все дивизии. У нас просто армия головорезов, я бы сказал уже. Которые... Которые могут сражаться в любое время суток. Почти. Только вот, зевод, я вижу какие-то проблемы со снабжением. Которые не получится решить. Ну да. Только если ставить еще пункты снабжения, но... Давайте просто посмотрим, сколько это будет занимать. 120 дней, кстати, на самом деле... Не так-то и плохо. Можно даже и решить. Попробовать. Хотя вполне вероятно, что к этому моменту я себе брусилову уже выкачаю. Хоть качается он и не слишком быстро, но тем не менее. Но главное, что мы теряем там в основном именно снаряжение. Так что если мы строим достаточно артиллерии и пехотки, ну и допки, то мы в принципе этот минус покроем. Только, конечно, надо пехотку допроизводить. Этот огромный минус. И я все-таки решил пойти сюда. Перед клавием. Потому что мы прямо сейчас вряд ли закончим эту войну. Говорят, у нас уже очень даже активно идет битва в воздухе, как вы можете видеть. Теоретически нас забивают, мы их сбиваем. То есть вот уже начинается... Зарождается авиация первая. Здесь у нас небольшая поддержка авиационная происходит. На самом деле стоит ее, даже не знаю, куда-то вот сюда перебросить, да. Так что, ну да. Постепенно, постепенно зарождается вот эта вот война в воздухе. Там какое-то великое арабское восстание произошло. А ну вот, видите, Хиджас там восстал. Египетом что-то... А, смотрите-ка, Британию выбили из Африки. Ого, из Египта. Ситуация, на самом деле, не такая отличная, как могло показаться с первого взгляда. Но, конечно, по фабрикам, да, по фабрикам ужасно. Для оси мы все-таки строим... Ладно, уже не под 0 ТНП. Аппаратно переключиться не можем. Эпидемия. Блин, вот эти вот ивенты, конечно... Десять расхода припасов до 20 декабря. Ну за что, пощадите. У меня и так припасы не доезжают до бедной пехоты. Ну вы что? И вот наши первые танки готовы. Мы сейчас получим баф к исследованию брони следующим фокусом. И будем уже делать следующие легкие танки. Параллельно мы тут, конечно же... Я думаю, дальше вот сюда идем. Готовимся тут со всем вот этим вот... Наши танки улучшать. И параллельно здесь тоже следуем, конечно же. Не отстаем от этого. Но сейчас у нас должны быть отличнейшие танки. С прекрасными трехместными этими. И, наверное, габблицу. Я не думаю, что нам... А подождите, мы не можем, да, поставить вот так это? Да, сейчас еще короче что-нибудь придумаем. И наш злой гений создал вот такое вот чудо. Я думаю, пойдет. Будем мы делать артиллерию именно. Поехали. Да, я думаю, давайте отсюда заберем. Неплохо так производство. В принципе. Господи, как же он много ресурсов тратит у нас, но... Мы страна богатая. Мы можем себе за эти ресурсы заплатить. Тебя позволит заплатить за эти ресурсы, точнее. И Швеция тоже сталь, давай нам. Да, мы все, потому что... Да, с открытой экономикой, окей. И поехали уже по одному танку в день сразу. Сейчас мы будем делать наш танковый дивизий. Еще надо придумать, что мы хотим сделать здесь. Здесь, может, видите, моторизованная вот эта пехота. А проблема в том, что наши танки, наши танки, да, во-первых, это САУ, надо понимать. Во-вторых, они едут максимум в 4,3. Они не будут ехать 4 километра в час. Точнее, больше, как моторки. Моторки там ограничения, по-моему, 12, что ли. Вот. Ну-ка, даже давайте посмотрим. 8. Ошибся. Так что надо сейчас будет что-то придумать другое. Итак, я представляю вам наше чудо безумное. Надо устрашающий значок ему поставить. Отлично. Так вот, это чудо, я думаю, будет наша прорывная способность. Прорыв у нее не сильно большой, но у нее огромная атака. Давайте, да, сравним это с пехотной дивизией. Еще 100 градострелка поставил, потому что у нас есть этот лимит, и мы его никуда не тратим. Так вот. Здесь 37, там 50, и тут 78. Здесь же у нас 240. Да, это очень большая противопехотная атака. И давайте попробуем сделать весь 5, ведь здесь можем кучу наделать. Ну, в целом, всегда горнострелки лучше, чем пехота. Даже, может быть, мы можем сделать вот так. Да, вот так. Прочность, конечно, теряется. Давайте. Давайте что-то за среднее поставим. Посмотрим, когда чудо себя покажет в бою, мне самому очень интересно это увидеть. Но я, на самом деле, ожидаю от них многого. Сейчас мы делаем страшное, переключаем наше пехотное на новое снаряжение, из-за чего у нас эффективность очень просядет. Но, опять же, это тоже стоит сделать, потому что мы свои статы неплохо поднимем. Помните, здесь было 80 всего лишь, теперь здесь 120. Это, конечно же, сильно. Да, это придет не сразу, но это нужно сделать. Кроме того, это снаряжение, я думаю, в первую очередь будет заходить как раз вот в эти дивизии. И они будут еще страшнее. Идет очередной морской бой, который мы, как я вижу, неплохо выигрываем. Ну да. Опять же, пишется, что мы проиграли, но нет. Тут конвой потеряли, потерялся эсминец. И повреждена была куча наших кораб... Ну, их кораблей. И там пишут какие-то финальные удары. Три. Хотя... Там умер один корабль, странно, но ладно. И в этот раз мы, по-моему, не так что и сильно пострадали, да. Но все еще мы отойдем, конечно же, на ремонт. Мы не будем рисковать нашим флотом. Здесь, видите, тяжелые крейсеры эти подстраиваются, они очень эффективно работают. Ремонтируемся мы здесь. Ремонтируемся мы здесь. Достаточно, я думаю, быстро мы восстановим этот флот и снова пойдем в бой. Наше военное производство разогнано, как никогда, ребята. Пять танков в день делают в России. Пять солидных танков, я вам скажу. Я пошел уже поделать клаймы на всякий случай, потому что я ожидаю, что после начала нашего наступления танками Германия вполне себе может сдаться, как это было на Франции. Так что не будем терять момент, так сказать. А все-таки сделаем здесь вот эти вот фокусы как раз-таки. А потом уже пойдем во флот, что ли. Ну, убрать сусимское унижение, я думаю, стоит, в принципе. Так, первая дивизия у нас уже готова, но я дождусь всех, конечно же. У нас опять эта эпидемия. Господи, как она мне надоедает. Расход припасов, ну, реально меня душит. И здесь еще 54%, а это еще на самом деле много. Еще не скоро он себе... Так, а здесь... А, я понял. Так что, ну, что нам остается, просто терпеть пока что. Эти ивенты, они у всех периодически происходят, да. Я помню, у меня на Франции что-то подобное было. И, наверное, на Германии тоже. В Авиации, кстати говоря, что тут вообще Германия делает? Ну, мы, да, побеждаем в любые страны по Авиации, я так понимаю. И Людендорф встал во главе Германии? Я же нажимал исторические фокусы, как это произошло. Я не вижу, чтобы они куда-то пошли не туда, вроде бы, наверное. Но это любопытное развитие событий, я бы сказал. Здесь явно что-то произошло не так, что-то сломалось. Это и Италия вступила, и это... Ну, ладно, такое бывает иногда. Кстати, у меня еще есть вот здесь вот бот-паф. Очень сильный, просто безумно сильный, посмотрите. Только добровольца поставить, не понятно, зачем, но допустим. Добровольческая белая армия, 10 атак и защиты дизик. Это же безумно много. Давайте туда срочно. У нас новые шасси есть. И мы тут еще много чудоисследований, можно в сверхтяжелые танки пойти. Но, пожалуй, мы не будем. Что-то тоже, я не думаю, что мне сильно нужно. Да, все, достаточно просто. Артиллерию мы уже докачаем вот-вот. Можно противотанковая, вдруг Германия где-то танки выкатит. Но, по-моему, нет. По-моему, да, они все еще их не делают. Давайте делаем теперь новый ультра-пега-танк. И вот наше новое чудо готово. Я немножко изменил его вот здесь вот. Вместо надежности взял здесь прорыв, потому что у меня прорыва не хватает очень сильно. Потому что это, опять же, легкая САУ, а не легкий танк. Но мне нужна куча атаки. Так вот. У нас теперь здесь есть прорыв. У нас примерно та же атака. Больше брони получилось навесить. При той же надежности. Так что давайте теперь попробуем вот эти танчики сюда заряжать. Эти старые у нас, в прошлое точнее, устаревают. Поехали новые. Блин, и насколько же больше прорыва обычного. Я хотел что-то необычное сделать, но я понимаю, что, блин. Что, ну, прорыв-то супер важный. Ну, раз мы уже начали делать мемную дивизию, да, то поздно останавливаться. Так, в Варшаве разворачивается наша первая танковая армия. Нужно ей назначить хорошего генерала. Блин, они все строгие, это не подходит нам. Да господи. Да господи. Здесь есть не говно генералы. Ну, вот это, допустим, да. Ну да, пойдет. И давайте их начнем тренировать так же. Говорят, вот в Греции происходит битва тоже. Но мы в ней не будем участвовать. И стоит нам, вот этому генералу, переделать видеобороны в... Ага, почему не можем обвинить необходимая территория? Вот поэтому, наверное, мы и не можем так сделать. Ну да, пускай они там так и стоят. Нам не сильно-то нужно этот врон пробивать. Безумно накачанная дивизия. Так вот, доготовятся у нас вот эти дивизии, и я думаю, мы начнем наше нападение. Опять непонятный ивент какой-то без описания. Кстати говоря, уже 18-й год, то есть мы дождались буквально реально практически конца этой войны нашими танками. Но вот это, опять же, то, что в этом моде мне не очень нравится, это и прикольно, то, что у тебя нет никаких-то возможностей прорыва. Но и не прикольно тем, что ты хочешь дождаться вот хорошего момента. Потому что иначе ты будешь очень нерационально расходовать свои эти вот людские ресурсы, да, в этих нападениях. И приходится ждать каких-то технологий, каких-то какого-то производства очень сильно, потому что производство здесь меньше, а завода здесь меньше. Здесь также меньше каких-то вот этих танков, самолетов тоже. Получается, что ты только в войне начинаешь получать преимущество. Вадиме и гриппе. О, победили. Инфекцию отлично. О, смотрите-ка, выборы. После победы можно. Качает, смотрите, стабильность. Политка и эти. Давайте после победы, я думаю, все-таки поехали. Опять пандемия какая-то. Гриппа теперь, господи. И это реально жестко. Остались какие-то кнопки по пандемию. А можно просто потратить 150, и мы уберем сразу все? Ну, давайте. У нас есть политка на все, давайте все нажмем. Почему бы нет? Подождите, я правильно понимаю, что нам даются 25 организаций и 25 в остальной дивизии? Хотя мы здесь их не теряем. Ну да. Правильно. Прикольно. Пьенская перемирие? Нет, нам нужно... Пьенская перемирие нам не подходит. Нам нужно срочно наступать. Мы не добились своего. Россия должна писать больше. Вы должны войти, Берлин. Старь приказывает идти на Берлин. И использует для этого наши новейшие танки. И, о да, танки работают. Танки, несомненно, работают, но все. Германия сдалась. Немецкий флот, как обычно, топят. И появляется Веймарская республика. Европа сейчас будет вся разваливаться. Россия же себя сохранила. Распад Австро-Венгрии. Блин, вот только-только доделали наши прекрасные танки. Ну, они успели поучаствовать. И я видел, что они прекрасно справляются. Но... Германия уже к этому моменту сдалась. Что поделать? И вот что происходит с Германией. Получаем мы Руссию, все польские территории. От Австрии мы также получаем кучу территорий. А самое главное, мы получаем важные территории от Турции. И теперь мы абсолютно точно контролируем Черное море. Никто больше не может даже позариться на этой территории. И вроде как это все, верно? Давайте-ка еще чуть-чуть подождем. Леганация, вот она, послевоенная экономика. Обещание по лекам. Конечно, мы обещали им автономную республику. Так, мы им ее дадим. Отлично. Это все? По Царинской области, да. Я помню, что когда я был на Франции, у меня был вариант... У меня был вариант принять предложение России разделить Германию кое-как по-другому. Но я сейчас неужен на России варианты это предложить. А вот, смотрите-ка, Берлинская конференция. Все, Восточная Германия под наше влияние. Давайте. У нас есть на это силы. Как-никак. У нас теперь отличная танковая армия. Мы ее не пустели в бой практически, но мы буквально первый тест сделали, и она показалась неплохо. Как и вся наша общая армия, она тоже здесь состоит из отличных солдат уже. В Италии Гражданская война, но что с ними поделать? Нас это не касается. И все продолжим еще дальше. Видимо, пошел Кайзеррайх, так сказать, да. Разделилась Италия на три державы. Опять же, это нас не касается. Мы войну закончили. Мы победили в этой Великой войне. Захватили себе под контроль Германию. Польша здесь у нас все еще есть. Захватили мы себе выходы в Черное море. Полностью теперь мы контролируем пролив. Взяли мы себе Константинополь. Все Римы, почти что наши, осталось только здесь Рим забрать. Вот. На этом, я думаю, можно прохождение закончить. Дальше контента в этом моде нету. Так что, ребят, с вами был Дабгей. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, ставьте комментарии. И до скорых встреч. Пока.